Всем привет, приветствую вас на своем канале, и сегодня мы поговорим про бренд Бернович, а конкретно про спарклы, и про спарклы, которые вышли совсем недавно. Бренд Бернович уже давненько выпустил 24 спаркла, потом долгое время ничего не выходило, и вот совсем недавно они выпустили две серии, это Rainbow со всякими цветными тенями и Sparkle. Вышел 31 новый спарклов, всего их сейчас 55, это очень круто, я считаю, потому что там коллекция прям очень жакарная, куча всяких оттенков, я купила все самые интересные, сегодня вам все покажу. Я купила специально для спарклов фирменную такую магнитную палеточку, и вот как сейчас все это красиво выглядит. У меня все спарклы очень разные, то есть они все разные по текстурам, разные по оттенкам, мне как раз и хотелось собрать такую коллекцию, чтобы они все отличались и все были для разных целей. Хотя вот здесь вот может показаться, что они одинаковые, но скоро на сводчах вы все увидите, что на самом деле они очень даже отличаются. Выведу на экран подписи какие-то оттенки, потому что в дальнейшем я, конечно, буду проговаривать, что это за оттенки, но для удобства, чтобы вы могли сразу посмотреть, какие оттенки у меня есть и, возможно, заинтересоваться каким-то из них. Вот вывожу все оттенки. Ну и поехали, давайте начнем сводчить. Начну я сводчить все со старых оттенков и плавно перейду на новые. Старые у меня расположены в правой части палетки, вот с этой стороны расположены новые. Некоторые из этих оттенков я буду сводчить не только на голой руке, но и поверх вот такого вот оттенка, вот такого вот оттенка коричневого, потому что мне кажется, они лучше раскрываются на темном фоне, но на черном я сводчить не хочу, потому что очень редко кто использует черную подложку. А вот такие коричневые сатины, мне кажется, это более реально и более часто встречается. Я положу палетку и начну потихонечку сводчить. Хочу начать я с 24 оттенка. Это такой рыхлый, очень крупного помола, или как правильно сказать оттенок. Он переливается из такого сиреневого в синий. В общем, очень красивый оттенок, и он очень яркий. Так, немножко подвину свой браслет. Он очень хорошо сводчится, причем он хорошо смотрится как на голой коже, так и на подложке. Мне этот оттенок очень нравится, он, наверное, самый такой продавленный из всех, которые у меня есть. Не знаю, видно вот на видео или нет, но в нем уже есть ямка. И это не случайно, потому что этот оттенок, он выручает в те моменты, когда я не знаю, какой сделать макияж. В принципе, можно его нанести на голое веко, нарисовать стрелку, и будет довольно красиво и симпатично. На пальце он выглядит более фольгированно, чем на веке или на сводче, но его можно наслоить, и он даже без всяких каких-то дополнительных усилий, на самом деле, очень яркий. Следующий оттенок, это оттенок 21, тоже очень его люблю. Он такой, это такой сиреневый оттенок, который переливается в холодный желтый цвет, очень тоже красивый оттенок. Он, на самом деле, на веке смотрится больше таким желтеньким переливом. Он не такой прям сиреневый, как может показаться в рефиле, но на самом деле, с некоторых ракурсов он прям вот очень хорошо ловит и тот, и другой оттенок. Он очень яркий, чем он мне нравится, и, в принципе, вот эти два оттенка, они по яркости похожи, но по тональности очень отличаются. Люблю наносить вот этот оттенок фиолетовый макияж, потому что он очень хорошо контрастирует и придает вот нужный очень блик. Вот так вот он выглядит на пальце. Очень красивый оттенок, тоже мне нравится. Вот эти два оттенка, они, в принципе, похожи по своей текстуре, то есть они оба такие немножко рыхловатые. Может быть, вот этот оттенок чуть менее рыхловатый, чем этот, но что у этого все-таки чуть крупнее частички, из которого он состоит. Но они оба затираются, в принципе, оба такие похожие, немножко рыхленькие оттенки. Следующий оттенок 19, он совсем другой по текстуре. Это уже именно глиттер, который состоит из таких отдельных частичек. Он находится на какой-то гелевой базе. Так, сейчас я его засвочу получше. И это один из самых интересных оттенков на самом деле, потому что он прям очень не банальный. Я не знаю, насколько видно на видео, если не видно, я постараюсь поймать это на отдельном видео. Он переливается из зеленого в синий, и причем в синий в такой холодный, глубокий, очень интересный оттенок. Он раскрывается именно на черной базе. Его хорошо видно и на голой руке. Так как это глиттер, он не затирается, его нет смысла наслаивать в большом количестве. В принципе, его вот так вот приклеиваете на черную подложку, и он сразу раскрывается как нужно. Я его использую не часто, потому что, ну, как бы, он самый сложный, наверное, из всех моих глиттеров, которые есть. Сейчас вот у него появился брат, про который я поговорю чуть позже. Они, скорее всего, по текстуре очень похожи. Этот оттенок, он прям требует себе подложку, потому что если вот так вот нанести это на голый век, это будет выглядеть очень странно, потому что вот это все стоит затушевать куда-то аккуратненько. В отличие вот от этого, например, оттенка, который можно затереть, этот затереть не получится из-за того, что здесь частички такие более крупные, и их видно, и они не стушевываются с кожей совсем-совсем. Он также очень яркий, как и другие оттенки, но мне кажется, он менее такой заполированный, он просто яркий из-за блесток, который в нем находится, он ярко сияет, и особенно он хорошо раскрывается на искусственном цвету. Следующий оттенок, оттенок 14. Это, наверное, самый мелкий по помолу оттенок, который у меня есть, он очень интересный. Я не скажу, что я им прям очень часто пользуюсь, или что это мой любимый оттенок, тем не менее, он очень-очень-очень мелкого помола, такой, как пыльца, и он на ярко-розовой базе дает зеленый перелив. Наверное, вот так на пальце даже лучше видно, как он переливается. Этот оттенок прям такой барбишно-розовый, но это не так бросается в глаза из-за перелива. На глазах это выглядит очень красиво, тем не менее, я не очень часто ношу этот оттенок, вот из-за этого розового. Он мне иногда подходит, но все-таки не всегда. Я люблю какие-то оттенки такие поспокойнее. Ну, как поспокойнее, вот эти два мне обычно больше подходят, чем этот, потому что у них нет такого ворвиглазного розового оттенка. Но вот этот оттенок, тем не менее, хорош, я его люблю. Мне нравится, что он вот такой меленький, очень хорошо затирается. И если нужен мне вот этот розовый оттенок, то у меня рука к нему тянется. Дальше идет один из самых крутых оттенков у Берновича, это оттенок 13, он тоже из старой коллекции. Мне кажется, это самый нашумевший их оттенок. А почему так? Потому что он имеет очень интересный перелив. Он переливается из такого глубокого сливового фиолетового розового оттенка в зеленый. И выглядит это безумно красиво. Но в чем особенность этого оттенка? Он хорошо раскрывается на базе. То есть, когда я его начала использовать на голое веко, например, так же, как нанесла на руку, я вообще не поняла, почему с него все так сходят с ума, что в нем такого необычного и красивого. Вроде как обычная блестяшка, которая вот даже хуже, чем 21 оттенок переливается. Но я все поняла, когда я нанесла его уже в макияже поверх подложки. Сейчас вам покажу рядом. Вот этот коричневый. И сделаю здесь рядышком свотч. В общем, я вот очень люблю сочетание именно вот этого 13 оттенка и подобных оттенков, потому что мне кажется, это идеальное сочетание, как оно все должно раскрываться. Вот если наносить, например, так вот на серединку, он начинает ловить какой-то очень необычный перелив, вот этот розово-зеленый. Его очень хорошо видно. И вот такие оттенки, они между собой так красиво гармонируют. Я вот даже вставлю макияж. У меня есть любимый макияж конкретно вот с этими двумя цветами, как они сочетаются. Очень я его люблю, потому что это очень простой макияж и очень эффектный, потому что 13 оттенок придает такой необычности, и макияж кажется сложнее, чем он есть на самом деле. Это очень прикольно и неожиданно для меня на самом деле. И вот из-за таких сочетаний 13 оттенок и становится таким вот классным и одним из хедлайнеров вообще коллекции Sparkle Fubernovich. Я нисколько не жалею, что он у меня есть в коллекции, очень часто его использую. Мне кажется, вот он второй по популярности в моей коллекции, потому что вот в этом оттенке уже такая заметная ямка. Здесь в принципе тоже, но она чуть-чуть меньше, чем здесь. Дальше идет оттенок 23, и этот оттенок я совершенно не поняла. Он тоже очень любим в коллекции Sparkle Fubernovich. Он такой очень глубокий, на такой темной базе, фиолетовый. Их, в принципе, многие путают между собой 24 и 23, потому что они изначально вот так вот в рефилах кажутся похожими, и на сайте они похожи. В принципе, у них у обоих перелив идет в один и тот же цвет, в такой фиолетовый, но если вот этот цвет полупрозрачный, то вот этот имеет под собой явную такую заметную темную базу. Почему же я его не оценила? Потому что мне кажется, что он, ну, какой-то скучноватый, что ли. Да, у него есть вот этот прикольный фиолетовый перелив, но это просто коричневая база с фиолетовым переливом, ничего такого в нем особенного нет. Он не сияет как-то там невероятно, очень необычно. Мне вот эти два оттенка, например, и 13-ый гораздо больше нравится, чем вот этот оттенок. И мне кажется, лучше приобрести какую-то классную базу для вот этих оттенков, чем вкладываться в этот. Я им практически не пользуюсь, у меня совершенно рука к нему не тянется. И вот я его как купила, только из-за того, что он популярный, так он лежит, украшает, ну, наверное, украшает мою палетку, и, в принципе, все на этом. Ну, вот так вот не сложилась у меня любовь с этим оттенком, но я уверена, что у него хватает своих поклонников, и очень многие люди его любят. А я перехожу к следующему оттенку, это оттенок 02. Хотя давайте я 02 оставлю, я потом сравню его с вот этими двумя, с которыми он визуально очень похож в палетке, я пока что засвочу вот этот оттенок 22. Оттенок 22, он по текстуре очень похож вот на этот, на 14, наверное, больше всего, потому что вот эти все оттенки, они такие рыхловатые, и с более крупными частичками, то есть вот 24, 21, 13 и 23, нет, не 23, хотя да, 23, они все по текстуре похожи. 14 и 19, это совсем другая текстура, 14, он такой помельче, а 19, это глиттер. Так вот, 22, он больше всего из вот этих всех похож на 14 оттенок. Давайте я вот сюда его засвочу. Этот оттенок, он такой синий, переливающийся в фиолетовый, в принципе, очень красивый оттенок, и я не сразу надумала его покупать, я как-то на него смотрела, смотрела, думаю, может надо, может не надо, потому что он очень спокойный, то есть это больше не спаркл даже, а какой-то такой сатин, причем очень хороший, красивый сатин, он довольно симпатично переливается, но у меня есть оттенок в коллекции, с которым вот этот оттенок практически братья-близнецы, это оттенок из палетки Pet Magrat, и вот оттенок из Pet Magrat, это просто идеальная вариация такого оттенка, вот этот же выглядит довольно упрощенным, но если вы, например, не хотите тратить кучу денег на Pet Magrat, но хотите подобный оттенок, вот этот 22 Бернович, это прям хорошая вариация, то есть он не намного его хуже, единственное, в нем не будет вот такого голубовато-бирюзового перелива, как в Pet Magrat, тем не менее, все остальные его качества очень похожи, то есть это такой же фиолетово-синий хамелеон, как и в Pet, и он вот очень хорошо наносится, затирается, то есть его, в принципе, можно и соло наносить, можно вписывать в макияж, то есть оттенок вообще беспроблемный, очень хороший, очень миленький такой, мне нравится, я бы его рекомендовала, но если бы у меня вот не было палетки Pet Magrat, скорее всего, он бы мне нравился больше, а так я даже не знаю, зачем я его купила, ну, пускай будет, раз уж купила. Из старых оттенков мне осталось засвочить только вот этот, 0,2, но давайте я сейчас засвочу все три оттенка, это 0,2, 53 и 52, потому что визуально они очень похожи, и меня даже спрашивали, зачем эти три одинаковых оттенка, но на самом деле нет, они не одинаковые, и я вам сейчас их раскрою, а дальше перейдем к вот этим пяти оставшимся, тоже из новой коллекции оттенком, очень интересным, но пока что начнем вот с этих. Буду свочить на этой руке, потому что здесь кажется, что места уже не хватает, давайте перейдем сюда. Так, сначала я начну с оттенка 0,2, это такой тоже крупненький, рыхленький оттенок, очень красивый, он дает такой прям, знаете, сочный перелив, и в чем его прелесть, в том, что у него прозрачная база, то есть его в принципе можно сочетать с чем угодно, хоть с фиолетовым, хоть с красным, хоть с синим, хоть с чем, и он в любой макияж просто необходим, как мне кажется, если хочется вот дать такой перелив. Это, мне кажется, один из самых базовых таких оттенков у Бернович, которые вот можно советовать всем, потому что если вот эти все имеют под собой какую-то очевидную цветную базу, то вот этот нет, это чисто такой зелененький перелив, они вот с 21 переливаются одинаково, но здесь есть сиреневая такая база, а здесь нет, и вот этот оттенок, наверное, один из самых моих любимых в плане вписывания куда-то в макияже, и я его очень люблю наносить на базы, например, на люкс визаж, там, или еще на что-то, и просто дополнять макияж. Так что он довольно симпатично смотрится в уголке, но для уголка он все-таки такой немножко тяжеловесный, потому что он все-таки из крупных частичек состоит, и для уголка хочется что-то помельче. Сейчас я рядом его нанесу на базу, все натужу на коричневую, наберу ее немножечко пожирней, и вот так вот сделаю рядышком свотч. Обычно я наношу вот прям поверх, и делаю вот такой вот блик, и получается очень ярко, очень необычно и красиво, то есть если 13-й дает зеленый блик, такой немножко розоватый отлив, то вот этот он дает уже оттенок немножко другой, такой более желтый что ли, ну в общем немножко другой оттенок зеленого. И переливы отличаются, но вот этот перелив, он очевидно поспокойнее, чем вот этот, и так вот выглядит более повседневно, хотя тоже придает красивости и необычности макияжу. И вот в зависимости от оттенка, на который вы наносите вот этот оттенок 02, он будет раскрываться абсолютно по-разному, поэтому 02, наверное, один из самых таких приоритетных оттенков, которые я советую к покупке, потому что мне кажется, что его вписать в макияж может практически кто угодно, и он один из самых беспроблемных, вот вообще из Берновичей. Так, следующий оттенок, это оттенок 53, вот этот вот оттенок, и он по текстуре такой же, как 14, и такой же, как 22, то есть это уже более мелкий такой помол, он хорошо заполировывается, и он дает немножко другой блик. На своче вот даже видно, мне кажется, что они абсолютно разные, то есть вот этот оттенок, он такой прям крупно-крупно сияет, а этот намного мельче, и у этого блик такой, он больше золотистый, такой спокойный, а здесь все-таки есть зеленца, и вот этот оттенок, он сам по себе такой более цветной. Здесь же он, знаете, такой похожий на утренний рассвет, не знаю, очень поэтично получается, но он действительно очень мягкий оттенок, очень приятненький, такой миленький, они вот даже с 21, наверное, больше похожи, чем со вторым оттенком, но этот оттенок все равно более спокойный, и мне кажется, вот как раз этот оттенок очень хорошо подходит для уголка, потому что он меленький, он хорошо заполировывается, и я думаю, что вот для этих целей его будет очень хорошо использовать. Я еще не пробовала его в макияже, поэтому ничего не могу сказать, но предполагаю, что на базе он тоже раскроется симпатично, по крайней мере, вот как он заполировывается на пальце, и выглядит все очень-очень даже достойно. Мне очень хочется его попробовать с каким-нибудь сиреневым в макияже, потому что мне кажется, он даст вот тот самый нужный перелив, и макияж будет выглядеть очень так мягко и хорошо. Следующий оттенок это оттенок 52, и он уже идет с розовым переливом, то есть его перелив больше похож вот на этот, наверное, даже оттенок, или даже не знаю на какой, здесь вот прям такой яркий-яркий розовый перелив. Давайте я здесь пропущу немножко места, чтобы засвочить потом этот оттенок на базе, и сделаю здесь. Вот, он прям такой более холодный, морозный оттенок, при этом он по текстуре как вот этот, то есть он из крупных частичек, и он очень ярко переливается. Мне кажется, он тоже такой симпатичный оттенок, причем он вот где у него база поступает, он таким более холодным кажется. И, возможно, у 52-го и у 53-го базы схожа, она такая какая-то, ну, на мой взгляд, серовато-фиолетово-сиреневая, какая-то такая спокойная база, и за счет этого они выглядят очень ярко, интересно, и прям вот красиво так сводчатся. Тоже будет его интересно попробовать с какими-нибудь разными базами, как он будет их раскрывать, и как он будет менять макияжи. Так, я пока нанесла все тот же коричневый сатин марка, и сейчас буду наносить сверху 53-й оттенок, а потом 52-й. Ну, как-то непонятно, вот он из-за того, что мелкодисперсный, он как-то начинает не украшать оттенок, и с ним перемешиваться. И это выглядит, ну, как-то не очень красиво. Видимо, это все-таки не тот вариант, в котором надо использовать этот оттенок, и надо поискать какие-то еще к нему подходы. Да. В общем, вот этот оттенок номер 53, он явно не создан для того, чтобы его наносить поверх каких-то сатинов. Он больше такой самостоятельный, возможно, оттенок под бровь, или оттенок уголок. Так, вот, что насчет оттенка 52? Так, вот он уже ожидаемо хорошо наносится, потому что он все-таки такой крупненький, он по текстуре похож с 0,2, но имеет вот другой перелив. И он, видите, сделал из оттенка такой хамелеон в розовый. Но все-таки, мне кажется, 13-й оттенок и 2-й гораздо лучше смотрятся на подложке вот на этой, чем 52-й. В общем, вот к этим оттенкам лучше еще поискать подход. Я почти уверена, что вот этот красиво раскроется на какой-то фиолетовой базе или на какой-то холодненькой. Обязательно попробуй. Возможно, даже, кстати, на серой будет красиво смотреться. Так, а мы переходим к оставшимся пяти оттенкам. Это все новые спарклы. То есть, вот и 52, и 53, они тоже из новой коллекции. Также у меня есть оттенки 45, 34, 28, 50 и 55. Они у меня здесь расположены, как вы уже заметили, совсем не по номерам, а как мне понравилось их расположить. И свочу я их не по номерам. Ну, в общем. И следующим по свочить я хочу оттенок 45. Он меня очень привлек тем, что он такой оттенок огненный, при этом не с каким-то дешевым таким золотым переливом, а с таким зеленовато-желтым. И это выглядит намного интереснее. Да, смотрите, какой он красивый. Мне даже кажется, у Пэт Маград в палетках есть что-то подобное. Он вот такой вот яркий, на теплой базе, прям вообще красота. Мне кажется, на лето это будет очень красиво. А знаете, где я похожий оттенок видела? Мне кажется, что оттенок есть похожий в палетке Наташа Нинон и Бронз, но там в нем гораздо больше розового и гораздо меньше злокого перелива. Вот вставлю видео, где их сравню. На самом деле оттенки, ну, очень отдаленно похожи, но мне кажется, что похоже. Оттенок очень красивый. У меня такого перелива еще нет в оттенках Берновича в моей коллекции. И мне кажется, что я очень даже молодец, что купила именно этот оттенок. Дальше оттенок 40, нет, оттенок 34. Он уже, это такой оттенок на прохладной базе, на розовой, очень интересный. И он очень похож на оттенок из палетки Наташа Динона Зенда. По крайней мере, мне показалось, что вот он именно таким создан, как там было задумано. Но вот этот оттенок очень яркий, намного ярче, чем там. И он не такой благородный, как в Наташи Диноне. Тем не менее, он выглядит очень красиво. Я вот уже пробовала его в макияже. Он прям хорошо носится и вписывается в макияж. Для него достаточно сделать такую базовую форму и нанести его на все веко. И он уже при этом будет красиво смотреться. Мне оттенок нравится. У него такой благородный бронзово-рыжий перелив. На розовой базе тоже очень интересно выглядит. И мне такой оттенок в коллекции очень-очень даже нравится. По текстуре вот он тоже ближе к вот этим 22, 14 и вот этому оттенку 53, чем к остальным. И вот этот оттенок, кстати, он тоже такой же текстуры. Более мелкий, более затирающийся, без явных каких-то крупных частичек. Так, следующим я засвочу оттенок 55. Ой, это один из самых интересных оттенков. Он тоже такой мелкий, мелкодисперсный. И как он переливается, божечки, это такой интересный оттенок, с ума сойти. Это, короче, такая серая база, прям глухая серая, даже асфальтовая. И в ней очень много мелких, переливающихся розовых, синих, каких-то даже, может быть, зеленых блесток. Это так интересно выглядит. И мне кажется, это обалденный вариант для смоки. Я его еще не пробовала, но обязательно попробую. Мне кажется, что этот оттенок, просто, у пернович, один из самых необычных. Очень классный и красивый оттенок. Мне прямо нравится. Меня он заворожил еще, когда я его открыла в рефиле. Вот, он прям оттенок, такая, знаете, глубокая-глубокая ночь. Просто красота невероятная и обязательно попробую сделать с ним макияж. Так, у меня место заканчивается. Осталось всего два оттенка. Давайте я синий засвочу сюда, потому что здесь все-таки есть уже такой похожий глиттерный, а второй оттенок засвочу сюда. Итак, оттенок 28. Этот оттенок такой же, как 19-й, то есть, это глиттер, который находится на каком-то геле и в этом есть свои минусы, потому что вот он разваливается прямо в палетке и надо с ним очень аккуратно, он разваливается прямо в палетке и вот надо с ним очень аккуратно, чтобы эти блестки по всей палетке не разлетелись. Эти блестки гораздо крупнее, чем в 19-м оттенке и мне показалось, что этот оттенок суша. То есть, если 19-й оттенок в принципе, теоретически можно нанести соло, то вот этот оттенок, мне кажется, точно не стоит. Его надо обязательно на подложку, на какую-то жирненькую такую наносить, потому что это прям крупные очень блестки, я сейчас с собой сюда не взяла никакой такой подложки, то вот вам тоже вставлю видео, как это смотрится на подложке, оттенок прикольный, он очень красивый, очень яркий, такой прям эффектный, и он переливается тоже такими зеленоватыми, синими блестками, очень прикольный, интересный оттенок, мне нравится, что он есть в моей коллекции, мне кажется, что у меня у Tami Tanuka было что-то похожее, но не в таком удобном формате, этот оттенок лучше наслаивать, чтобы он поплотнее лег, 19 как-то не имеет таких проблем, но оттенок однозначно интересный, необычный, и вот он очень отличается от всех остальных, с 19 он более всего похож, но все-таки, мне кажется, он самый такой распадающийся и самый из них сухой, это оттенок вечерних макияжей, то есть с таким макияжем вряд ли пойдешь куда-то просто гулять, но если сделать с ним вечерний макияж, то будет очень эффектно, очень ярко и прикольно. Все, у меня остался последний оттенок, это оттенок 50, он тоже очень-очень интересный, это по сути тоже глиттер, но такой, он ближе по текстуре к 19, чем к 28, потому что он не такой распадающийся, как вот этот, а не такой сухой, это тоже блестки, которые утоплены в гель, и в чем его интересность, вот он сейчас на видео, скорее всего, кажется таким плоским, бронзовым каким-то, ну типа, что в нем интересного, но если вот на него посмотреть по другим освещениям, вот вам тоже вставлю видео, то видно, что он переливается просто всеми цветами, вот мне даже если я вот так вот сгибаю, видно это, он переливается красными, зелеными, какими-то всякими разными оттенками, и это очень красиво, он, кстати, тянется как прикольно, это очень необычно, у меня таких оттенков в принципе нет, которые бы переливались не только с какими-то похожими, или там с одним переливом, там было бы утоплено куча-куча блесточек, и это все выглядело даже так немножко с эффектом голографик, мне кажется, очень прикольный оттенок, тоже его обязательно попробую, но пока не представляю куда, потому что это все-таки глиттер, а глиттер, мне кажется, это более такая вечерняя история, но вот он, если сравнить его с другими, он, мне кажется, ярче всех переливается, и оттенок такой прям яркий и красивый. Ну вот и все, мы засвотчили абсолютно все мои оттенки, я, кстати, вон уже даже футболку испачкала, когда согнула локоть, потому что вот эти вот оттенки, которые глиттеры, они достаточно, как сказать, распадающиеся, их в общем надо обязательно приклеивать на клей, вот не пойдет так, если мы их просто приклеим на глаз без какого-то там связывающего слоя, они скорее всего все рассыпятся, и будет очень много сапашек по всему лицу, поэтому обязательно рекомендую использовать клей, в целом я для всех практически берновичей, возможно, кроме вот этих, которые мелкодиспертные, советую использовать клей, потому что в них довольно крупные блестки, и вы в течение дня все равно начнете видеть эти осыпашки у себя по всему лицу, и вообще вот даже вот посмотрите на мои ладони, это я сейчас мыла руки после свотчей, они все в блестках до тех пор, пока их мылом не помою, в общем блестки и бернович это такое неразделимое, как мне кажется, как видите, можно найти вообще на любой вкус оттенки, на любой перелив, они все разные, очень красиво смотрятся, они вот по-разному раскрываются на подложках и без подложек, в общем классная, мне кажется, вещь, для любителей сияшек просто необходимая, и сейчас, когда уже их не 24, в коллекции 55, ну просто каждый должен найти себе что-то в этой коллекции, хотя бы один-два оттенка, но обязательно найдет. Такие палетки магнитные, кстати, они бывают не только вот такие большие на 15 оттенков, они бывают и на 5, кажется, оттенков, поэтому если вам хочется собрать себе вот что-то самое необходимое, то вот рекомендую такую палетку приобрести, очень удобно. Если подвести итог того, о чем сегодня я говорила, я бы сказал, что я очень люблю Spark Labernovich, но не все из них я часто использую, не все из них я считаю необходимыми, точно рекомендую приобрести оттенок 02, это вот этот вот оттенок, который в переливе вот здесь находится, оттенок 13, это вот этот вот оттенок, потому что он очень необычный, очень красивый, очень просто им пользоваться, также я всем рекомендую оттенок 21, потому что это очень яркий и беспроблемный оттенок, и он ко всему подходит, мне вот он нравится, и оттенок 24. Все остальные оттенки, они интересные, вот из новых мне просто сложно рекомендовать, потому что я еще не очень долго ими пользуюсь, мне сложно сказать, насколько их полюблю, но мне кажется, вот эти два оттенка так точно будут где-то, ну, наверху моей любви к теням, так что вот эти два оттенка мне уже в принципе нравятся, вот эти оттенки однозначно интересны для каких-то более таких креативных и необычных макияжей, потому что они вот этот супер яркий и необычно переливаются, а вот этот просто очень уникальный, и в итоге половина, наверное, из этих оттенков я смело могу рекомендовать, не знаю, рекомендовать ли глиттеры, потому что, во-первых, их не все любят, во-вторых, ими не так легко пользоваться, но если вы вдруг любите, любите такие макияжи, то глиттеры у Бернович интересные и прикольные. Вот такой обзор получился, мы засвочили все мои оттенки Бернович, посмотрели, чем они отличаются, какие они бывают по текстурам, если у вас остались вопросы, обязательно напишите в комментариях, я вам отвечу, расскажу подробнее про какие-то оттенки, возможно, вам будет интересно увидеть какие-то из макияжей, я могу поделиться с вами ими в инстаграм, или сделать какой-то макияж, например, если у меня еще его нет. Я хочу сказать спасибо всем, кто подписался на канал, и кто пишет комментарии, ставит лайки, мне очень приятно, это безумно помогает продвижению моего канала, а я тем временем пойду отмывать свой очи с рук, и всем спасибо за просмотр, пока-пока!